Всем привет, с вами Андрей Санар, и сегодня, наверное, будет такой интересно-познавательный выпуск. Я еду сейчас ловить рыбу на небольшой речке с Пакрафта Тандем, с нашего нового революционного двойного Пакрафта. Еду я на велосипеде Стридо, который я положу в этот самый Пакрафт Тандем. А еще из интересного то, что ловить я сегодня собираюсь самодельным спиннингом, очень интересной концепцией. Но обо всем по порядку, спиннинг покажу, как приду на воду, а сейчас пока у меня еще вот такой вот путь на велосипеде. Так, вот, уже свои люди в Голливуде. В прошлый случай хочу передать привет маме. Я, народ, смотрю тоже эту самую концепцию с короткими спиннингами, блин. Не, я вот так вот воздух выпускаю. Все, воздух вышел. Нужно? Спинцовар взял тогда, да? Не, да. Я себе для лодки на щучку взял просто вообще-то. Нет, в аквашузах. А вот и концепция микроспиннинга. Вот весь спиннинг по длине какой. Рабочая длина сантиметров 60 от силы. Я вот в детстве таким ловил. Кидает-то как, аж останавливать приходится. Рыба тут есть. С короткой палкой необычно. Легкую приманку надо забрасывать, как мультом такой посыл делать. Пакрафт-тандем имеет одну очень интересную особенность. Когда он находится в тесной сцепке, то есть локомотив и прицеп соединены прямо напрямую, без какой-нибудь длинной шлейки, то он образует как бы единый корпус длиной 4 метра. И по закону Фруда максимальная скорость, она прямо зависит от длины судна. И в данном случае длина судна составляет 4 метра, что больше, чем у большинства пакрафтов. Именно из-за этого пакрафт-тандем, он весьма быстрый. Очень интересный ход лодки. Начинаешь грести и чувствуешь, что лодка начинает рыскать. И тут ее как будто кто-то дерг и вот в центр возвращает, не дает рыскать. Это вот такой эффект от привязанного прицепа. Причем прицеп привязан не жестко у меня сейчас, а в виде экспериментов на резинке. И это очень прикольно. Вот такие интересные цепочки пузырьков. Как будто кто-то под водой ходит и чем-то там под водой занимается. Интересно, кто это? Пишите в комментариях. Интересно ведь. Да вот тут очень хороший штычок сейчас получил. Саперы. Нет, саперы. Саперы. Слушай, нормально. Единственное, кольцо надо перенести сюда, а то слишком короткая вот эта вот база бьет в маленьком колечке. А так нормально, блин. Вполне нормальная концепция. Бросать ей как мультом надо. Друзья мои, я вот сейчас вот перецепляю по крафт-тандем и так, и этак. Креплю его и сбоку, и сзади. И чем больше я так с ним работаю, тем больше он мне нравится. Это уйма вариаций. Все вариации однозначно полезные. Вот один из вариантов сейчас с цепки позволяет мне стоять носом по течению. Вообще прекрасно. И при этом сам якорь достаточно объемный. Он у меня не здесь находится, он находится сзади, в прицепе. Это очень удобно. Потому что лодка, по идее, пустая. Здесь кроме вот даже коробку с приманками я туда в прицеп убрал. Здесь вот только я и холод, и все. Сижу в шикарном кресле. Если кто не заметил, здесь сидение и спинка от Big Fish Pack. То есть это одно из самых удобных по крафтовых сидений. С эффектом подлокотников. И именно это сидение является штатным для тандема. Так что когда будете приобретать тандем, такое сидение уже будет в комплекте. Повторю, что тандем в сцепленном виде, по ходовым характеристикам, как четырехметровая лодка. То есть весьма и весьма быстрая. Эх, как-то грустно, но три поклевочки уже было. Жалко, что ни одной реализации. Как и у всех по-настоящему подготовленных рыболовных по крафтов, у по крафта тандем сразу два независимых надувных отсека только в локомотиве. Ну и один надувной отсек в прицепе. Это более чем достаточно. Там деление на отсеки не столь необходимо. Да чё ж все тут разворачиваются и туда дальше не идут. Да я как раз боюсь, чтобы вам рыбу не пугать. Хе-хе, да не страшно. Тут яма большая, так что рыба глубоко и ничего не боится. Ну вот, смотрите, друзья мои, сейчас прицеп идет примерно на полутораметровой шлейке. И, конечно, ход всего этого поезда не такой быстрый и стабилизированный, как был, когда прицеп был прикреплен вплотную. Скорость заметно уменьшилась. Появилось вон рыскание носовой части, которого не было вообще, когда я шел в сцепке. Блин, рыбы просто немерено. Вот у меня эхолот показывает, что просто все рыбой забито. Глубина 4 метра здесь. И все забито рыбой. Разноразмерной рыба туда-сюда гуляет, блин. Не, там еще было две поклевки, но я там это, до упора стоял, думал проклюнется нормально. Вон рыбы сколько, вон, 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 ну, блин. Рыбы я сегодня, к сожалению, не поймал, но несколько ударов прочувствовал. Ну вот, друзья мои, рыбалка закончена. Ничего, к сожалению, не поймал, но за рыбу немножко подержался. Но я очень доволен, что испытал покрафт-тандем во всех режимах. И в сцепленном, и в расцепленном, и в качестве док-станции, вокруг которой надо ловить. Вот это самый интересный режим. То есть, если у нас есть какая-то точка, мы туда прикатываем этот покрафт, якорим, цепляемся за него на длинную шлейку или на короткую сцепку. Ловим рядом, отходим. Всю рыбу, которую поймали, можно складывать в прицеп. Вообще, в прицеп очень много всего помещается, в том числе и вот таким простым навалом. Вон там лежит и велосипед складной, и там рюкзак, и все то, что мне необходимо было при надувании лодки. То есть, там все насосы, все там. В основной лодке пусто, и это очень удобно. По размерам и по весу в сцепке этот покрафт примерно как Big Fish Pack обычный, но я считаю, что организация пространства в нем гораздо интереснее, чем в Big Fish Pack. Если в Big Fish Pack мы имеем просто один большой кокпит, в котором можно там спереди, сзади положить вещи, то тут все вещи можно выгрузить вот в отдельную лодку. Это удобно, это хорошо. Вот сейчас эта лодка находится на веревочке. Если надо, мы ее сюда подгоняем. И все, что надо, сюда кладем или из нее забираем. Так что это новое слово в рыболовном покрафтостроении. Заказывайте в Тайм Триале. С вами был Андрей Санар. Всем пока.